Что приходит современному человеку на ум, когда он слышит название города Чикаго? Одноименный мюзикл, джаз и город ветров. Таковым его называют из-за того, что находится он на берегу озера Мичиган, откуда нередко дует ледяной ветер, который местные называют ястребом. Но это не все, чем может похвастаться город. Все мы знаем, что родина пиццы Италия. Но есть некоторые виды пиццы, которые присущи другим странам и городам. У Чикаго тоже есть свой рецепт. Итальянское блюдо в чикагском стиле представляет собой пиццу с достаточно высоким краем, непривычным для классической. Благодаря такому нововведению у любителей вкусно покушать, есть возможность насладиться большим количеством сыра и томатного соуса. Также чикагские пицца-йола отличились тем, что обычную пиццу на тонком тесте они стали разрезать не на треугольники, как это принято, а на квадраты. И прямоугольники. Такая нарезка получила название для вечеринок. Чикаго связана с Италией не только в области пиццы. Аль Капоне, известный гангстер итальянского происхождения, действовал в 1920-1930 годах именно в Чикаго. Во времена сухого закона и Великой депрессии являлся главой чикагского филиала итальянской мафии. В качестве прикрытия он использовал мебельный бизнес и химчистки, а на деле занимался подпольной продажей запрещенных напитков и горным бизнесом и другими непристойными делами. В то же время он успевал заниматься и благотворительностью, открыв сеть бесплатных столовых для безработных. Уиллис Тауэр – одна из наиболее знаковых достопримечательностей города. С башней можно увидеть четыре американских штата. Иллианайз, Индиана, Висконсин и Мичиган. Здание состоит из 110 этажей, растянувшихся на 443 метра, а его лифты – одни из самых скоростных в мире, при подъеме на которых закладывают уши. Высота башни – 442 метра, а количество лифтов – 452. Самый первый в мире небоскреб тоже появился в Чикаго. Это было здание страховой компании Home Insurance Building, которое построили в 1884-1885 годах. Тогда здание состояло из 10 этажей, растянувшихся на высоту в 42 метра. Его архитектор Уильям Либерон Джейни стал первым, кто использовал стальной каркас для поддерживания стен и большого веса здания. Позже такую технику прозвали «Чикагский скелет». Как это часто бывает, позже здание было снесено, а на его месте было построено новое высотное «Филдбилдинг». Из-за увеличения плотности населения городских районов росла потребность в высотках, которые занимали бы меньше места. Точнее, места они занимали бы столько же, а людей могли вместить больше. Тогда высотки начали служить не только офисами, но и жилыми помещениями. Небоскребы не единственное, в чем чикагсы были первыми. В 1937 году в Чикаго появился первый банк донорской крови в мире. Он был открыт при больнице Кук Каунти. После этого события банки крови стали создаваться по всему миру. Чикаго ошибочно приписывают зарождение джаза. Но на самом деле музыкальный жанр возник в Новом Орлеане. Однако Чикаго сыграл в этом деле огромную роль, подарив миру такой стиль, как чикагский джаз. Нечто среднее между новоорлеанским джазом и свингом. Примерно с 1917 года в истории джаза начался период, когда в Чикаго стали появляться лучшие джаз-исполнители новоорлеанского стиля. Джо Оливер, Том Браун, Джелли Ролл Мортон. Тогда стало появляться все больше джазовых оркестров. А на протяжении 10 лет Чикаго остается главным джазовым центром. Туристы, приезжая в новый для них город, стремятся посетить Маст-Си – достопримечательности. В городе Ветров имя можно назвать Миллениум Парк, бассейн Лилии Альфреда Колдуэла и великолепную Милю. Миллениум Парк является одним из самых красивых урбанистических парков в мире. Его территория занимает площадь в 100 тысяч квадратных метров. Построили его с целью создания символа начала нового столетия и открыли в 2004 году. Парк быстро стал популярным и на сегодняшний день обладает более чем 30 наградами. Здесь, на территории парка, расположено еще несколько достопримечательностей. Crown Foundation – интерактивный фонтан и одновременно с этим видеоскульптура. Он представляет собой две 15-метровые башни, состоящие из стеклянных кубиков и изображающих лица жителей Чикаго. А каждые 5 минут, когда интерактивные чикагцы начинают форчить рожицы, из их уст брыжет холодная вода, которая обрызгивает всех, кто оказался рядом. Также в парке невозможно не обратить внимание на скульптуру Cloud Gate, что значит «облачные врата». Весит она 110 тонн и выполнена из полированных нержавеющих металлических пластин. Местные называют ее «бобом» или «фасолькой». Есть на территории парка и свой театр – Aris Theater, который является домом балета Joffrey Ballad, а также оперы Chicago Opera Theater. Здесь часто проходят танцевальные выступления Hobart Street Dance Group, а также другие танцевальные мероприятия мирового масштаба. Здесь выступает также балет Михаила Барышникова. Вне парка Millennium развлечений и интерактивных мест также хватает. В другом чикагском парке – Lincoln Park – находится бассейн с лилиями, признанный национальным историческим памятником Америки. Сперва пруд здесь появился в 1889 году с целью выращивания тропических кувшинок. А в 1930 году администрация парка обратилась к ландшафтному дизайнеру Альфреду Колдуэлу. Так здесь начали появляться типичные растения американского Среднего Запада и плоские камни, которые характерны для горных каньонов. Тут же были построены и павильоны с каскадным водопадом. Великолепная миля. Ее уже часто называют Мэг Майл от Magnificent Mile – район, протягивающийся вдоль Мичиган Авеню и пересекающий реку Чикаго. Также Великолепная миля соединяет деловой центр Чикаго Луп и исторический район Голд Коуст. Считается всемирно известным конкурентом Пятой Авеню в Нью-Йорке и Елисейским полям в Париже. Мэг Майл – самый дорогой и престижный отрезок Мичиган Авеню, застроенный небоскребами и историческими зданиями. Здесь находятся роскошные магазины и бутики, дорогие рестораны. Всего здесь насчитывается около 460 магазинов и 275 ресторанов. Друзья, не забывайте о моем втором канале, Смапс Эдюкейшн, на котором я рассказываю много всего интересного о зарубежном образовании. И, кстати, там вы сможете увидеть мой выпуск про Чикагский университет. Еще одна достопримечательность Чикаго – одноменная река, которая течет в обратном направлении. Когда-то река впадала в озеро Мичиган, в том месте, где сегодня находится Мэдисон-стрит. В XIX веке инженеры изменили течение реки и направили ее в южном направлении от озера Мичиган к бассейну реки Миссисипи. Такая необходимость нужна была для того, чтобы обезопасить от вероятных наводнений здания, которые расположены на берегу. Река играет большую роль в праздновании Дня Святого Патрика. Уже более 50 лет в этот день реку окрашивают в зеленый цвет. Причем, по одной из версий, традиция на самом деле появилась случайно. Тогда группа сантехников использовала краситель флуоресциин с целью отслеживания производств, которые незаконно избавлялись от веществ, которые загрязняли воду. Еще одна особенность реки – количество ее разводных мостов. Их здесь 38, а первый мост через реку был построен в 1832 году. Разводной – спустя два года. В конце 19 века под мостами прорыли туннели для того, чтобы обеспечить лучшую проходимость мостов. О строительстве таких мостов было даже написано в романе Драйзера «Финансист». Кстати, кому точно необходимо побывать в Чикаго, так это поклонникам Бэтмена. Хоть Готэм-Сити в комиксе и является вымышленным, все же это не совсем так. Создан он был в качестве прототипа Нью-Йорка, но на основе архитектуры Чикаго. Друзья, если вам понравился этот выпуск, поставьте ему лайк. А также не забывайте заходить на наш второй канал «Смапс Эдюкейшн», чтобы быть в курсе событий касательно образования за рубежом. Кто знает, вдруг вашим новым местом учебы станет университет, расположенный в Чикаго. Субтитры создавал DimaTorzok